Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатей Шиди, решил немного отдохнуть после большого видео на полтора часа и вот что с тех пор произошло. Биткоин упал ниже 58 тысяч долларов. Рынок паникует из-за предстоящей разблокировки гигантского количества биткоинов, которые принадлежат MTGOX, а также продолжающихся продаж правительствами Германии и Соединенных Штатов. Еще один вывод, который я успел сделать, это то, что нельзя оставлять вас так надолго, иначе происходит то, что произошло. Кроме этого, кому-то же нужно поддерживать оптимизм на рынке, и кому как не мне. В сегодняшнем видео будет очень много всего интересного, так что досмотри его до конца, чтобы знать все подробности. Также не забывай передавать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передал? Большое спасибо. Иронично отметить, что NASDAQ только что достиг нового исторического пика, точно так же, как и S&P 500. Мы наблюдаем бум фондового рынка, а тем временем во втором углу ринга биткоин, который упал до 58 тысяч долларов. Что же происходит? Первое – это страх перед MTGOX. Биржа Банкрот вот-вот выбросит на рынок биткоинов на 9 миллиардов долларов. На самом деле, некоторая часть из этой суммы будет погашена наличными, а не биткоинами. Также не вся сумма сразу же попадет на рынок. У получателей будет около 4 месяцев, чтобы получить компенсации. Так что одновременной продажи сразу на 9 миллиардов долларов не случится. И если эти продажи вообще будут, они будут размазаны по времени. Так что ситуация не такая уж и драматичная. Но цена биткоина ведет себя так, как будто нас ожидает Армагеддон. Глупые, глупые рынки. Также эта некоррелированность биткоина и фондового рынка несколько обескураживает, верно? Но мне это напоминает 2019 год, когда фондовые рынки непрерывно достигали все новых и новых исторических пиков, а криптовалюта на этом фоне была просто уничтожена. На этот раз у нас тоже было несколько хороших взлетов цены криптовалют, но и количество ударов по рынку такое большое, что это может разочаровать даже самых стойких холдеров. Все боятся MTGOX, но забывают о Сейлоре, который постоянно покупает биткоин. Забывают о Майкле Делле, который продает акции, чтобы купить биткоин. Продает их на пике, чтобы купить биткоин на коррекции. Все забывают о рекордных притоках в спотовый биткоин ETF, запуск которого стал одним из самых успешных в истории американских ETF. Как только наступает большое и страшное событие, даже не событие, а только слухи и преддверия этого события, мы все опять сходим с ума. Опять же, во многих случаях лай собаки бывают хуже самого укуса. Но тем не менее люди все равно паникуют. У нас есть 140 тысяч биткоинов от MTGOX, которые скоро выйдут на рынок в ближайшие 4 месяца. И поэтому биткоин упал ниже 58 тысяч долларов. Некоторые считают, что распродажа была спровоцирована китом, который продал 1700 биткоинов на Бинансе в момент открытия японских рынков. Может ли это быть связано с распределением от MTGOX? Возможно. И если это так, то у них осталось всего 138 тысяч биткоинов. Правительство США и Германии также продает биткоин прямо сейчас. Вот данные о переводах биткоинов на бирже от правительства США и Германии. Чем больше пузырь, тем больше сумма перевода. И мы видим, как огромные суммы биткоинов от США и Германии поступают на бирже прямо сейчас, создавая еще больше страха, еще больше неопределенностей и сомнений. Люди в бешенстве. Правительство Германии перевело еще 832 биткоина, чтобы продать. В настоящее время у них осталось еще 43 тысячи 850 биткоинов на сумму 2,75 миллиарда долларов. Что ж, 832 биткоина на сумму 52 миллиона долларов Германия уже продает прямо сейчас. Большая ли эта сумма? Да нет. Это ничтожно мало. Но рынок все равно сбесился. Опять же, на рынках людей пугает не само событие, а его предвкушение. В любом случае, в Германии еще есть множество биткоинов для продажи. Но это не значит, что уже завтра они пойдут и сольют все сразу. Это не значит, что они вообще обязаны продавать. Возможно, им понадобится год, чтобы избавиться от этой суммы в 43 тысячи 850 биткоинов. Бланк говорит, что если правительство Германии будет продавать 1500 биткоинов в неделю, то их продажи растянутся на 7 месяцев. На 30 недель. 1500 биткоинов раз в неделю. Это совершенно небольшое давление продавцов. Рынок легко поглотит это. И на самом деле это лучший сценарий, если мы увидим медленную и постепенную распродажу, а не супер-мега-быструю продажу, чуть ли не одним ордером, когда они просто сбросят все свои 43 859 биткоинов. Я уверен, что они работают с маркетмейкерами, чтобы попытаться ограничить воздействие своих продаж на цену биткоина. Далее правительство Соединенных Штатов. У них до сих пор есть 214 тысяч биткоинов на сумму более 13 миллиардов долларов. Недавно они перевели 4000 биткоинов на Coinbase, чтобы продать. Интересно, что подавляющее большинство биткоинов, которыми владеет правительство США, а это около 160 тысяч монет, Соединенные Штаты получили в результате взлома Bitfinex. То есть они нашли хакеров, которые взломали Bitfinex, конфисковали у них украденные биткоины и оставили себе. Я всегда задавался вопросом, разве Bitfinex не собирается вернуть эти деньги клиентам? Но судя по всему, на данный момент это не происходит. И вопрос все равно остается открытым и острым. Почему правительство США не отдает украденные деньги у Bitfinex обратно Bitfinex, чтобы биржа могла вернуть их пострадавшим клиентам? В любом случае США не спешат это делать и пока что хранят 214 тысяч монет у себя. Очевидно, что они продают часть из них иногда. У них регулярно случаются кражи и тому подобное. Само правительство США регулярно продает биткоины. Но сейчас история становится еще интереснее, особенно в свете провалившихся дебатов для Байдена. Дональд Трамп заговорил о биткоине как о стратегическом резервном активе Соединенных Штатов. И я думаю, что было бы разумно так поступить. Подумай об этом. Вместо того, чтобы продавать 214 тысяч биткоинов, которые все еще хранятся в правительстве США, возьмите их и положите в центральный банк как резервный актив. И держите их. Что вы теряете, если он обнулится? Вы, блин, правительство США. Для вас это не имеет значения. Но если он вырастет до миллиона долларов за монету, вот это будет супер. Я считаю, что риски здесь гораздо ниже, чем потенциальная прибыль. И об этом говорит Форбс. Эта теория игр только ускорится, если Соединенные Штаты станут первой развитой страной, которая начнет накапливать биткоины в качестве стратегического резервного актива. Это решение ускорит глобальное принятие биткоина в качестве долгосрочного средства сбережения в виде цифрового золота. В этом сценарии США получили бы самую большую прибыль среди стран ОСР, благодаря преимуществу первопроходца. Да, только что закончился срок действия Петро-доллара. Так почему же не перейти на биткоин-доллар? Это было бы просто безумием, но давай попридержим лошадей и не будем на это надеяться, потому что, опять же, политики могут много чего наговорить, и Трамп в том числе. Но Трамп уже задумывается об этом. Биткоин как резервный актив США. Вот это да. Ну а пока что биткоин, несмотря на это падение, все еще находится в этом боковике, который тянется с февраля 2024-го. Если он выпадет из этого боковика в сторону понижения, падение биткоина может стать еще больнее. И следующие зоны поддержки находятся около 52 тысяч долларов в этом диапазоне и около 44 тысяч долларов в этом диапазоне. И пока мы говорим об этом, цена биткоина все еще удерживает 200-дневную среднюю скользящую, вот эту желтую линию. Это основная линия поддержки всего буллрана, так сложилось исторически. Удержать эту линию в качестве поддержки очень важно. Нам нужно, чтобы биткоин удержался на этом уровне, если мы хотим отскока и продолжения роста. Пробой ниже этого уровня начнет разрушать структуру бычьего рынка и действительно ускорит падение к следующим уровням поддержки, о которых мы только что говорили. Если эта линия не удержится в качестве поддержки, то достижение этих уровней будет более вероятным. Опять же, я думаю, что люди, вероятно, немного переборщились с реакцией на эти новости на рынке. Но если японский кит получит 5000 биткоинов и сразу же продаст их на рынке, это может вызвать проблемы. В любом случае, сейчас мы находимся на уровне около 58 тысяч долларов за биткоин. И было бы неплохо увидеть отскок от 200-дневной средней скользящей. Это будет позитивным сигналом. Но проблема в том, что клиенты MTGOX ожидают свои биткоины уже 10 лет. Большинство этих людей покупали биткоин намного дешевле, чем сейчас. И поэтому я не стану их винить, если они захотят продать их для того, чтобы зафиксировать свои масштабные прибыли. Опять же, в этой истории больше страха, чем сути. И страх сейчас движет рынком. И нет лучшего времени покупать, чем когда все боятся. Я бы хотел увидеть пересечение на Магди. Что-то вроде этого. Вот этот крест. Также я бы хотел увидеть крест смерти на этих двух средних скользящих. Когда все это случится, можно будет рассчитывать на разворот тренда. Крест смерти обычно запоздалый индикатор. И несмотря на распространенное мнение о том, что это медвежий признак, на самом деле это совсем не так. Ведь после него скользящие часто начинают разворачиваться. А вместе с ними и цена. До того, как это случится, цена биткоина может упасть до 52 тысяч долларов. Следующий диапазон поддержки, о котором мы уже говорили. Но это хорошие возможности для накопления драгоценных Сатоши. Как отмечает Квинтон, представьте, что вы продаете свой биткоин прямо сейчас, перед фейерверком. Об этом довольно интересно подумать. Биткоин пережил халвинг всего два месяца назад. А все уже сходят с ума от страха. Время после халвинга биткоина всегда нестабильно и волатильно. Посмотри на любой период после халвинга. Так было всегда. Но спустя 6-12 месяцев после халвинга, посмотри, что всегда происходило. В любом цикле. И я знаю, что история не повторяется, но она часто рифмуется. Это просто пища для размышлений. Если принять это во внимание, а также учесть тенденции к росту ликвидности, продавать биткоин лично для меня – это просто преступление против собственной же семьи. На макрорынках сейчас происходит что-то очень странное. График показывает, что обеспеченная ставка финансирования Овернайт подскочила до 5,4% самого высокого уровня в истории. Но что это значит? Это означает, что банки платят больше, чтобы занимать деньги. Это может произойти по целому ряду причин, но часто это указывает на то, что в банковской системе стало меньше денег. Занимать деньги становится дороже, поскольку банки сами платят больше за то, чтобы их занять. К чему это приводит? Скорее всего, банки повысят процентные ставки по кредитам, которые выдаются предприятиям и потребителям. Это может привести к удорожанию покупки автомобиля, дома или открытия бизнеса. Это один из инструментов того, как Центральный банк пытается контролировать инфляцию. Это повышение ставки Овернайт. Повышение ставки Овернайт препятствует заимствованиям и тратам, что может помочь замедлить инфляцию в целом. Повышение ставки Овернайт может оказать значительное влияние на экономику и привести к росту стоимости заемных средств для предприятий и потребителей. Кроме этого, это может быть признаком того, что Центральный банк пытается замедлить инфляцию. Интересно, когда я читаю это все, я вижу, как Центральный банк говорит, а знаете что, мне кажется, что в недалеком будущем мне, вероятно, придется напечатать кучу денег. Надо подготовить почву. Вот так выглядит подготовка почвы. А значит, вливание ликвидности в систему приближается. Ставки по кредитам Овернайт сходят с ума сейчас. И знаешь, что было в прошлый раз, когда это случилось? Они напечатали большую, толстую пачку денег в триллионы долларов. Джона говорит, что биткоин будет расти еще выше. Ожидается, что 80% глобальных Центральных банков перейдут от политики ужесточения к политике смягчения. Количественное смягчение – это печать денег, снижение процентных ставок и снятие ограничений, которые были наложены на экономическую систему. Иными словами, деньги будут возвращаться в систему. Процентные ставки будут снижаться. Конечно, больше всего нам нужно, чтобы процентные ставки в США были снижены. И, конечно, при условии, что мы не находимся в рецессии. Ведь если они будут снижать ставки в последний момент, чтобы спасти нас от жесточайшей рецессии, нас будет ожидать совсем другой сценарий развития событий, больше похожий на 1929 год. Быстрое обновление по спотовым эфириум ETF. Сегодня мы получили еще одну измененную заявку от Bitwise. Об этом пишет Джеймс Сейфорд, который является одним из специалистов по ETF в Bloomberg. Также он добавляет, что они в Bloomberg ожидают, что спотовые эфириум ETF будут листиться уже на следующей неделе. Что ж, это было бы очень хорошо. Это может придать немного ветра в паруса эфириума и альткоинов. Биткоин может на некоторое время застопориться из-за давления продаж, а эфириум и все наши альткоины, наоборот, взлетят. Это, в свою очередь, может заставить доминирование биткоина упасть из этого восходящего клина, что даст нам еще больше топлива для альткоинов. Внезапно мы можем оказаться в разгаре целого альткоин сезона, как это было вот здесь, например, когда доминирование биткоина обвалилось в прошлый раз. Вот это был бы неожиданный для всех сценарий. И от того, что он неожиданный, он кажется вполне вероятным. На этом все, меня зовут Богатейши Ди, увидимся с тобой в новых видео. До скорого!